Велодвижение в США очень сильно отличается от Нидерландов. И дело не только в том, как люди одеваются, ведут себя, не только в типах велосипедов, но и в дорожном движении, в рамках которого приходится существовать, и которое, в свою очередь, является причиной всех этих отличий. Необходима неюженная храбрость, чтобы передвигаться в столь оживленном потоке. К тому же, нет никакой гарантии, что водители будут соблюдать правила. Кажется, что езда на велосипеде здесь не воспринимается как серьезное занятие. Это то, чем обычно занимаются дети. Ну, или те, кто так и не повзрослел. Это что-то вроде активного отдыха. Люди ездят по специально обустроенным прогулочным дорожкам. У них нет задачи доехать из пункта А в пункт Б. Кто-то крепит велосипеды на крышу машины и едет до какого-нибудь классного места, где можно покататься. Хотя мне не верится, что езда на велосипеде здесь приносит какое-то удовольствие, равное как и в то, что она безопасна. Именно поэтому в Штатах вероятность получить травму во время поездки на велосипеде в 30 раз выше, чем в Нидерландах. Еще опаснее ситуация в зоне, где паркуются автомобили, и велосипедисты могут сбить открывающиеся двери. В городе обстановка не сильно отличается в лучшую сторону. Эти люди выглядят так, словно участвуют в соревнованиях, а не едут домой с работы. Они стремятся обогнать остальных участников дорожного движения. Это действительно выглядит как гонка. И неудивительно, что кто-то предпочитает ехать по тротуарам и пешеходным переходам, причем даже в районах, где ситуация несколько иная. Там, где велотранспорт используется больше, а езда на нем куда более приятное занятие. Здешние велосипедисты меньше похожи на гонщиков и чаще используют велосипед, чтобы приехать из точки А в точку Б для деловых поездок, а не в качестве тренировки. Иной раз это даже похоже на Голландию, хотя инфраструктура все равно другая. Даже в Дэвисе, штат Калифорния, я наблюдал очень незначительное развитие велоинфраструктуры. Возможно, именно это является причиной того, что многие по-прежнему предпочитают ездить в лайкеровых велокостюмах и шлемах. В этом нет ничего удивительного, если для того, чтобы повернуть налево, приходится ехать в окружении машин. Кого-то, похоже, эти обстоятельства совсем не беспокоят. Здесь, несмотря ни на что, достаточно развито использование велотранспорта. И происходит это, скорее, вопреки существующей инфраструктуре, а не благодаря ей. В других местах заметны признаки появления велоинфраструктуры. Я говорю не о разметке на дорогах для совместного использования. От нее мало толка, к тому же она быстро стирается. Речь о велополосах. Это тоже рисунки на асфальте, но пользы от них уже куда больше. Они появляются повсеместно, однако у этих полос есть большой недостаток. Вот наглядный пример. На велополосе запаркован автомобиль. И это точно был не самый удачный момент, чтобы возобновить движение. Обозначенные цветом велополосы уважают больше. Ехать по ним намного комфортнее. Особенно, когда там нет припаркованных машин. Уровнем выше находятся полосы с ограничением для машин, даже если это просто пластиковые столбики. В Чикаго пошли еще дальше. Здесь между велодорожкой и проезжей частью располагается автопарковка. Однако это все еще рисунки на асфальте. Решение может стать бордюр, пересечь который сложнее. Я вообще не поклонник левоповоротных блоков. Особенно, когда они расположены в неправильных местах. Эта разметка должна была находиться здесь. Вот, это уже что-то поинтереснее. Велосветофор. Для голландца это привычная картина, но здесь они еще в новинку. Еще лучше, когда зеленый сигнал велосветофора не совпадает с поворотным сигналом для автотранспорта. Вот это можно назвать хорошей велоинфраструктурой. И тем не менее, поразительно, что автомобилистам по-прежнему требуется разъяснение. Счетчик велосипедов в Сан-Франциско отличная идея, позволяющая визуализировать количество велотранспорта. Однако истинную ценность представляют такие выделенные велопарковки, как в Дэвисе. В Чикаго построены удобные перехватывающие стоянки. Конечно, они еще не используются на полную мощность, но все придет со временем. Держатели для велосипедов, установленные на автобусах, можно использовать только при небольшом количестве велосипедов, хотя в них тоже есть своя польза. Хороший знак, что по сравнению с моими прошлыми визитами, на ультах стало заметно больше веломагазинов. Городские велопрокаты делают поездки на велосипеде еще более доступными для большего числа людей. Хорошо, что они появляются во многих городах США. Это будет способствовать тому, что на смену жесткой полуспортивной манере езды придет более расслабленный стиль, привлекательный для большего количества людей. Возможно, время детских прицепов еще не пришло, но увеличение количества городских велосипедов с прямой посадкой и велосипедистов в обычной одежде – хорошая тенденция. У велокультуры в США может быть большое будущее. Озвучено проектом по развитию велодвижения в России. Let's buy it!